Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний воскресный день особенный, потому что мы не только вспоминаем традиционное воскресение Христа, седьмой день недели, но мы вспоминаем всех новомучников и исповедников, пострадавших за свою веру в Русской Церкви нашей. Это решение, которое было окончательно утверждено, на Соборе Церкви нашей Священным Синодом в 2000 году, в августе, а за основание принято решение еще по местному Собору Русской Православной Церкви, который начался в августе 1917 года и закончился, с некоторым перерывом работа была из-за революции, конечно, в апреле 1918 года. И вот на этом Соборе, то есть уже в апреле 1918 года, было принято решение почитать мучеников российских, пострадавших за веру. И почитание это было назначено на 7 февраля по новому стилю. Это день расстрела митрополита Киевского Владимира, когда группа матросов, так сказать, вооруженных под командованием комиссара, его расстреляло, причем он благословлял их в момент, когда они совершали свое злодеяние. И вот в этот день, это первый митрополит, пострадавший от гонителей, и в этот день было принято решение праздновать память всех, кто пострадал за веру Христовы в годы лихолетия, в годы гонения при советской власти. Ну, и постановлено было решение либо воскресенье перед 7 февраля, либо воскресенье после 7 февраля. Какой из них ближе? Но так или иначе, мы вспоминаем вот эти невиданные в истории гонения, даже гонения в Римской империи, которые длились почти два с лишним века, по своим масштабам не входит никакое сравнение. Из 150 священнослужителей Русской православной церкви 130 тысяч, из 150, 130 тысяч пострадали, так иначе были расстреляны, убиты и прочее, прочее. Вот мы видим, какие ужасные последствия. Конечно, не только за веру люди страдали, там, за убеждениями, да просто невинные люди, потому что выдвигали списки на органы ВЧК, сколько они должны выявить, там, кулаков, вредителей, врагов народа и так далее. И ни в коем случае нельзя было меньше этого определенного числа. Значит, просто ни в чем не повинных людей хватали, обвиняли под пытками, заставляли всяких подписывать ложные показания и расстреливали. Вот были последствия вот этой гражданской смуты 1917 года, которая стала в свою очередь последним всех вот нестроений, бывших в Российской империи, такого отношения и к Церкви, восприятия западных идей сал-демократии и прочее, прочее. Все это вот выродилось такое. Но, слава Богу, что это время, во всяком случае, на наши глаза пока закончилось, и Церковь сейчас имеет самые благоприятные условия за всю нашу тысячелетнюю историю. И радио, и телевидение, и книг много издаётся. Так что всё это совершенно трудно было представить где-то в 70-х, 80-х годах, всего совсем недавно. Вот, и, конечно, мы понимаем, что это как некий дар вот этих мучеников, которые не то просто пострадали, конечно, молились за Россию и милость Божия, которые нам надо всячески сохранить, плоды этой милости, вот это положение русской Церкви, когда она может и благотворительность, никаких препятствий нет, и многие-многие другие христианские дела. А ну что же давало этим всем людям силу переносить эти страдания, гонения, лишения, несправедливые преследования и так далее. Понятно, что это, конечно, вера во Христа Воскресшего. Вера в то, что наша вот эта земная видимая жизнь, есть лишь часть жизни, как в утренней молитве говорится, «Всё настоящее житья ночь дай нам прийти». Вот веруй в Тебя и в то, чтобы и достигнуть царства, где не пристанны глаз людей, духов, зрящих Твоего лица, добро-то неизреченно. Будем об этом помнить. И вот каждую субботу мы читаем воскресное чтение, сегодня последняя глава Евангелия от Марка. Потому что воскресение – это самое главное, о чём говорят Евангелия. Если бы не было воскресения Христова, то и проповедь, и всё, как говорит апостол Павел в одном из посланий, всё было бы тщетно, если Христос не воскрес из мертвых. В сегодняшнем евангелийском чтении мы слышим начальные слова. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковля и Соломия купили ароматы, чтобы идти и помазать его». То есть, скорее всего, они купили, конечно, эти ароматы не в этот день, первый день недели по нашему воскресенье, а купили ещё накануне, в субботний день, когда заходит солнце, когда можно видеть две звёздочки, это не одну, а именно две, чтобы не показалось, закончается время субботнего покоя, можно уже делать разные дела. Вот они, в частности, купили эти ароматы, потому что понятно, что рано утром, на следующий день ещё все эти не были открыты лавки, рынки и так далее. Вот они купили заранее, чтобы с первыми лучами солнца идти помазать, закончить погребальные обряды. Дело в том, что как раз в то время именно женщины в основном занимались омыть им тело, его помещение в специальной пелены, помазать ароматным маслами и так далее, этими всеми погребальными обрядами. И далее же Евангелие рассказывает, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, превосходят солнце. То есть день, следующий за субботой, который мы теперь называем воскресением. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Вот удивительное, яркое свидетельство чудесной помощи Божией, когда мы делаем что-то очень важное по зову сердца, не надеясь на свои силы, а надеясь на Бога. Что-то надо сделать, но трудно, всё невозможно даже. Но может, как-то всё-таки удастся. И действительно, Господь часто помогает, когда у людей есть вот такая вот решимость. Потому что гроб, это, собственно, была такая небольшая пещера, которая завалена большим камнем. Такой катался, там такой жёлт был, и этот камень передвигался. Но, конечно, слабые женщины едва ли могли это сделать. И вот чудесным образом камень был отвален. И, войдя во гроб, увидели юношу и ужаснулись. Увидели, конечно, ангела. Ангела какого-то одеяния. Понятно, что это была не просто какая-то одежда, это некое духовное сияние, подобное тому, которое исходило от Господа на горе Преображения, когда им уявились Моисей и Илья. Ужаснулись. Это слово, которое в форме такой же, как мы обычно говорим, в каком-то страхе земном, но оно говорит о другом страхе. Страх Божий – это совсем другое. Просто у нас в человеческом языке нет слова, которое его обозначало бы. Потому что, во всяком случае, мы видим, что когда Матфея рассказывает об этом, что тоже там жены испугались и прочее, и побежали сказать ученикам со страхом и радостью великою. То есть это не тот страх, когда мы боимся, который хищного зверя или какого-то лютого разбойника, а соединён с радостью, то есть трепет, благоговение скорее. Вот так. И слова ангела. Не ужасайтесь. Иисус, ищите назаренина распятого. Он воскрес. Его здесь нет. Интересно, что в Иерусалиме есть такое место неподалёку от самого города, где по некоторым среднам именно там был вот этот гроб. И там участок огорожный и такая непримечательная деревянная калиточка. И на этой калиточке как раз вот эти самые слова. Он воскрес, его здесь нет. He is risen, he is not here. По-английски написано. Такое очень впечатляет. Хотя внешне очень незначительно, но как раз, когда подходишь, прочитаешь, он воскрес, его здесь нет. Нет на земле. И далее вот эти слова. Назаренина распятого. То есть земного Иисуса уже нет. Есть только воскресший Иисус. Поэтому так он называет, и в иголисте, и Назаренина распятого. То есть, как его звали, вот такой жизнь обыденной. Все четыре Евангелия говорят о явлении воскресшего Христа прежде всего именно женщинам. Это очень важно, потому что в том мире, не только в Израиле, а вообще во всем древнем мире, женщина была существом какого-то такого третьего сорта. Ну, по хозяйству, там, детей рожать, прочее, прочее. Вот. И Иисус своим явлением именно женщинам, как бы ревелитировавшим по-другому, показывает отношение Бога к женщине. Причём, интересно, что все четыре евангелиста, хотя немножко по-разному рассказывают о воскресении Христа, но вот в этом они едины, что явился именно женщинам. Мы видим, что в родословии Иисуса тоже упоминаются четыре женщины, причём две из них, так сказать, такого сомнительного поведения блузница Иерихонская Рахав, другая там, невестка Иуды, и, так сказать, прочее. Так что Иисус как бы реабилитирует вот женщину и говорит о её высоком звании, о огромном таком почтении, особой любви Бога к женщинам. Интересно, что, в отличие от Евангелия, апостол Павел в своих посланиях где он рассказывает о воскрешенном, как явился сначала апостол в 12-м, потом более чем пятистам братьям и так далее, но он нигде не говорит, что явился женщинам. И так богослово это объясняет тем, что Павел проповедовал и писал послание языческому миру, где ещё такое отношение к женщине, как существо такое, ну, как к детям, всерьёз, к которым нельзя относиться, что это вызвало сразу недоверие. Хотя о воскрешенном, говорит, что определённом, что Ему самому явился воскрешен Христос. Ну, вот это вот объясняет именно такой особностью римского, вообще, мира того времени. И далее слова ангела. «Скажите ученикам Ему и Петру, чтобы он воскрес». То есть тем самым этими словами Бог возвращает Петру его апостольское достоинство. Петру, который отрёкся, хотя перед этим говорил, что если все от тебя текутся, я никогда не отрекусь. И тем не менее, вот страх дьявольское такое, нападение на сердце Петра, как часто бывает у людей, подвижение страха каких-то тяжёлых обстоятельств, человек совершает то, что он никогда от себя сам не ожидал. Вот, то есть ему возвращается вот это его апостольское достоинство. И заканчивается этот небольшой текст словами «побежали от гроба». Их объял трепет и ужас. Никому ничего не сказали, потому что боялись. Ну, здесь, конечно, вот эти слова, что никому ничего не сказали. Видимо, они настолько были возбуждены, и Марк это передаёт, что что-то, наверное, очень непонятное говорили ученикам, так что они это не приняли всерьёз, потому что боялись. Вот это... Так они были потрясены, в шоке находились от того, что им сказал ангел, поэтому Марк это передаёт вот таким описанием. Но так или иначе для нас важно то, что действительно вот это потрясающее событие воскресения есть основание нашей веры. И мы всегда должны к этому именно стремиться вот таким чувством, глубоко сердечным, чувством того, что это не та вещь, которая нам рационально постигается, а то, что мы постигаем именно на уровне интуиции. И как раз вот такое число новомучеников-исповедников, причём среди которых есть замечательно, образованные, знающие люди всё, вот вызывать именно доверие, что это ещё одно из оснований укрепления нашей веры. Вот эти новомученики-исповедники российские. Аминь. Аминь.